За правду и справедливость в Санкт-Петербурге прошел второй медиафорум Общероссийского народного фронта. 300 журналистов из разных уголков страны, из Владикавказа и Мурманска, из Новороссийска и Улан-Удэ собрались, чтобы поделиться секретами разоблачений, будь то сфера ЖКХ, медицины или госзакупок. Как отметили организаторы медиафорума, многие журналистов смогли поменять ситуацию на местах и добиться справедливости. Шутка ли вывести на чистую воду псевдоцелительницу? Это удалось сделать Аси Гукасян. В Улан-Удэ, откуда приехала девушка, они совместно с сотрудниками полиции спасли сотню людей от мошенников. Мы разоблачили нелегально действующий медицинский центр, где так называемая врач брала кровь у людей, и по этой капле крови она якобы приписывала им кучу болезней. В результате выписывала различные БАДы под видом лекарств, которые должны были их спасти, просто стать панацеей. Но на самом деле это, естественно, было не так. Мы наведались в итоге после съемок скрытой камерами, туда наведались сотрудниками полиции. Все это разоблачили, и этот медицинский центр в кавычках закрылся. Разоблачили нечистых на руку чиновников, подняли вопросы безработицы, помогли переселиться из развалюх в новые квартиры. И таких историй почти три сотни. Идея организовать конкурс журналистских работ фонду «Правда и справедливость» пришла еще на прошлогоднем первом медиафоруме ОНФ. Этот конкурс показал, что огромное количество журналистов обладают не просто активной гражданской позицией, смелостью поднимать острые темы, повышающие качество жизни населения, но и показал то, что все они достаточно высокого профессионального уровня. На следующий год мы планируем расширить тематику конкурсных работ, появится экологическая тема, возможно, появится отдельная номинация для фотокорреспондентов. Сейчас это все обсуждается и вынесено на решение членов общественного совета. Участники медиафорума дискутировали с коллегами не только на панельных секциях и мастер-классах. Споры и обсуждения продолжались и в перерывах основной программы медиафорума в зоне свободного общения, где на стендах представили основные проекты Общероссийского народного фронта. Так называемую проблемную карту России составляли на основе заметок участников медиафорума. Стикеры с обозначенными на них болевыми точками регионов в несколько слоев закрыли субъекты европейской части страны. Среди множества стендов этот один из самых популярных. Здесь каждый участник медиафорума может оставить свое предложение, либо же озвучить проблему. Ну, в Ненинском округе практически все хорошо. Нужна только дорога на Рима-Русинск, ведь без нее регион и город отрезан от большой земли. Всего же за время работы форума региональные журналисты пообщались с коллегами с федеральных каналов, депутатами Госдумы и даже встретились с президентом Владимиром Путиным. Ну, а после все они разъехались обратно по своим городам. Дальше бороться за правду и справедливость. Алина Ваучейская, Александр Дуркин, Телеканал «Север», Санкт-Петербург.